шалом уважаемый с вами снова я механик и это 32 выпуск видеоряда перекличка и посвящен но как вы уже успели заметить вегетарному по-своему настоящему металлическому советскому мотороллеру вятка 2 в кодировке которая шла на продажу vp 150 м этот мотороллер был модернизация пузатой вятки которая была прямой копии вес по итальянской и выпускался он примерно 65 по 1973 год оснащался 150 кубовым движком с принудительным охлаждением который вот прятался вот здесь под декоративным кошек имел трубчатую раму как вы успели уже заметить да и декоративным кошек им все это безобразие прикрывалось двигатель был с принудительным обдувом имел еще контактное зажигание часть картера двигателя являлась несущей рамы маятником задней подвески оснащенная гидравлическим амортизатором пружины передняя подвеска была тоже маятникового типа не рычажного маятника это одноцельная деталь двумя гидравлическими амортизаторами данный мопед имел механическую коробку с ручным приводом то есть если вы присмотритесь тут у нас есть циферки 1 рисочка нейтраль 2 и 3 передачи то есть и как механизм блокировки скорее всего выступал рычаг сцепления тормоза механические барабанные передний привод на правой ручки тут где ручка газа располагалась задний вот тут такой эротичной педалькой какие-то как для смыва в поезде кожух вообще вятка вот именно в п 150 м было полным пересмотрением концепции то есть ее там это скорее всего было связано с проблемами на экспорт союз скорее всего хотел производить экспорт этих мотороллеров европы и за первую вятку могли бы завтарские права вздрючить поэтому был полностью перекроен дизайн ну вообще модернизирован был двигатель немножко увеличили мощность искали на полторы лошади кучу всяких прибамбасов появился первых замочек вот тут должен был находиться бак с ручкой но скорее всего вот у тех людей которые мне его продали остался где-то в хозяйстве закрываем то есть замочек ключик тут вы не видите замка зажигания с информационной лампочки но он должен был подходить спидометр нам говорит что максимальная скорость данного мотороллера должна была быть около там 90 километров в час скорее всего потому что если помните 20 процентов запас по госту заложен на спидометре через вот такой вот классный лючок хромированный был доступ бензобаку открывался краник вот эти два рычажка для меня были полным открытием один был утопителем потловка а второй был подсосом какой из никто я еще не разобрался по сей день вот эти классные резиночки я очень благодарен тем людям которые были его владельцем что они просто их не выкинули вот они в чудесном просто сохране я расскажу краткую историю этот мотороллер покупал со мной как донор для моего основного мотороллера вятка электрон но я просто тогда еще не разбирался в этом всем безобразии и купил и эти ребята они хорошие вместо деливери отправили его на почту то есть я новой почтой за его доставку заплатил порядка четыреста тридцати гривен только за чистую доставку из запорожья в днепр это колоссальный бак я тогда за один мотоцикл платил за доставку на деливери порядка 150 гривен вот почему я решил оставить этот мотороллер кузов хорошем сохране и вот вот здесь в рулю есть одна интересная и фокус заключался вот вот этих указателях поворота пятка vp 150 м один из первых мотоциклеток на территории союза которые началась сначала моделью оборудоваться указательным поворотом но не все так гладко получилось как вы видите они установлены по краям руля хоть они и выполнены из металла тут интересная такая конструкция можно повернуть было ну я вот так вот вперед их как любой мотоцикл эта вещь падала и естественно по моему даже я могу показать где то есть у меня трещина да вот есть скол небольшой и трещина эти вещи разбивались к сожалению потом на рядки 3 электроне эту вещь перенесли на вот эту часть кузова и шарм пропал кстати вот это решение скорее всего было позаимствовано у мотоцикла mcm то есть моторат шопау есть 250 который в конце 50-х экспортировал советский союз и там по моему поворотники уже на тот момент находились рулю но у него были пластиковые а у нас все по-пацански сделано из металла вот и для тех кто ищет вот вот эта пара мне обошлась даже в таком состоянии 200 гривен на тот момент было 25 долларов как видите он был во многом некомплектный еще комплектация продолжается вот например вот вот задние стоп габариты поворотники будут мне долгим напоминанием о крым который был с украиной 2013 году были куплены джанкой ну и спасибо всем за внимание ждите следующих серий всем пока